В этом обзоре я рассмотрю с вами швейцарские часы Invicta из коллекции Sobacva Noma 5. Очень необычная модель, крупная, с агрессивными формами и рядом интересных фишечек. Ну и давайте, собственно, понемножку я буду осматривать модель и какие-то из фишек уже затрагивать. Значит, диаметр корпуса этих часов составляет 50 мм, без учета заводной головки. В толщину это 20 мм, часы достаточно тяжелые, корпус и браслет сделаны из нержавеющей стали. Безель здесь фиолетового цвета. Очень интересные формы кнопок хронографа и заводной головки. Сделаны они по запатентованной технологии от Invicta. Также не только они интересно выглядят, но и интересны в использовании. Значит, смотрите, заводная головка складывается вдвое для удобства ее использования. А кнопки здесь практически спрятаны в корпус. Вот, когда вы их выкручиваете, они вот так выезжают. Кнопки и заводная головка в этой модели завинчиваются, что предусмотрено для лучшей герметичности корпуса при соприкосновении с водой. Это профессиональные дайверские часы. Их водозащита составляет 500 м. Застежка здесь раскладная с фиксатором. Вот так она раскладывается. Давайте пока открыта застежка посмотрим на заднюю крышку часов. Здесь выписаны многие характеристики этой модели. Задняя крышка прозрачная. Здесь синяя решетка завинчена поверх механизма самой модели. И даже вот саму батарейку можно наблюдать под задней крышкой часов. Давайте я померяю часы на свою руку. Запас браслета здесь приличный. Он позволяет мне вот так просто вдеть часы. У меня запястье 18 см в обхвате. И, как по мне, часы идеально на нем смотрятся по весу. Модель приятная. Кому-то может показаться тяжелой, но мне нравятся тяжелые часы. И давайте перейдем к функциональной части. Начнем с безеля. Вот он фиолетового цвета. На нем минутная разметка. От 0 до 15 поминутная разметка. И далее с интервалом 5 минут. На вот этой нулевой отметке здесь нанесен специальный состав тритнет. Он накапливает энергию и светится в темноте. Этим же составом покрыты стрелки и метки часов на циферблате. Значит, безель вращается только против часовой стрелки. Достаточно тугой безель в этой модели. В принципе, его удобно вращать, несмотря на это. За счет вот этих выпуклых меточек. За них прям можно взяться и свободно прокручивать безель. Для того, чтобы использовать безель, нужно поставить его отметку 0 напротив минутной стрелки. Вот я это сделал. И, допустим, нам нужно зафиксировать 35 минут. Это здесь на безеле. Когда минутная стрелка с нуля покажет на 35 минут, соответственно, прошел этот интервал времени. Стекло в часах закаленное, сделанное по запатентованной технологии Flame Fusion от Invicta. Стекло очень прочное. По прочности оно приравнивается к сапфировому. Циферблат скелетонирован. Очень много различных деталей, которые переплетаются в такой единый агрессивный цельный механизм. Конечно же, это все немножко сказывается на читаемости. Хотя, несмотря на такое большое количество элементов на циферблате, время здесь несложно прочитать. На фоне самого циферблата стрелки и метки достаточно неплохо выделяются. Мне лично не составляет труда считать время с этого циферблата. Данная модель является сертифицированным хронометром. Внизу вы можете видеть вот такую надпись. Это говорит о максимальной точности этих часов. Если в обычных хронографах погрешность месячная составляет 10-15 секунд, то в этой модели это всего лишь несколько секунд в месяц. Механизм этой модели, как и сами часы, сделаны в Швейцарии, о чем говорит надпись SwissMate также в нижней части циферблата. В модели используется секундомер-хронограф. Он расширенный и состоит из счетчиков. Левый маленький циферблат это 12 часов. Большая секундная стрелка это 60 секунд, которая стоит сейчас. И под ней еще есть большая стрелка 60 минут. Сейчас я запущу хронограф. Когда секундная стрелка пойдет, вы увидите вторую стрелочку. И в правом верхнем маленьком циферблате у нас 1,1 секунды. Для запуска секундомера нужно полностью выкрутить кнопки. Вот я верхнюю нажал, секундомер пришел в движение и вы можете видеть синюю стрелку. Это минутная стрелочка. Немножко позже я сниму показания секундомера. В маленьком нижнем циферблате идет основная секундная стрелка часов. Также есть окошечко даты. На текущую дату указывает маленький треугольник в правой нижней части циферблата. Давайте я остановлю хронограф. Для этого нажимаю верхнюю кнопку и снимем показания. С момента его запуска прошло 0 часов. Показывает левый маленький циферблат. 0 минут показывает большая синяя минутная стрелка. 35 секунд показывает большая секундная стрелка. И целая секунда показывает правый верхний маленький циферблат. То есть еще раз, с момента запуска прошло ровно 35 секунд. Для обнуления показаний я нажал нижнюю кнопку. Давайте выкрутим заводную головку. В первом ее положении мы меняем дату. Здесь система изменения даты вот таким образом. То есть фиксируется минутная стрелка и вращается часовая. И во втором положении, собственно, само время устанавливается. На этом функционал модели заканчивается. Собак Ванома 5 это действительно очень оригинальные, необычные часы. Как вы можете видеть, и как я говорил ранее, здесь достаточно интересных фишек. Эти часы ни на что не похожи, не самобытные. И однозначно для любителей крупных, больших аксессуаров с агрессивными, брутальными формами. На этом заканчиваю обзор. Спасибо за то, что его посмотрели. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока.